И мы переходим на самом деле к очень интересной теме контуринга. Хочу сразу же сказать по поводу того, что вообще сейчас в контуринге модно. Мы уже отошли от того сложного макияжа, когда рисуется сложный контуринг полосками. Наверняка вы видели в инстаграме или может быть у каких-то визажистов, или даже просто у девушек, которые очень-очень любят пользоваться косметикой, как они наносят контуринг. Сейчас уже в моде все легкое, натуральное и максимально невидимое. То есть должно складываться ощущение, что на вашей коже просто невесомая вуаль, и только нужные моменты подчеркнуты. Именно таким образом работает контуринг вместе с Ariflame. И контуринг заключается не только в нанесении скульптора и хайлайтера, но также к контурингу относятся и нанесение румян. Здесь мы начинаем с уже любимых румян от The One Stockholm. Здесь у нас 4 оттенка, нейтральные, холодные и теплые. Но на самом деле я не стала бы их сильно делить по такой вот цветовой характеристике. Я бы сказала, что эти румяна, они обладают настолько универсальными цветами, что девушка может просто выбрать понравившийся ей цвет, и ей будет он подходить и отлично ложится. Здесь также присутствуют матовые варианты румян и с количеством светоотражения. Что важно понимать в нанесении румян? Мы их наносим только лишь поверх припудренного лица. То есть если мы с вами нанесем румяна, вот такие вот прессованные румяна поверх нанесенного тонального средства, то, скорее всего, мы с вами не сможем избежать неправильного нанесения и каких-то... Ну, в общем, где-то будет слишком много текстуры румян. Нам нужно сначала подготовить кожу, нанести тональное средство, потом легонечко хотя бы припудрить. То есть если у вас, например, сухая кожа, то вы можете просто взять кисточку, небольшое количество пудры, и именно там, куда вы хотите нанести румяна, нанести небольшое количество пудры, а потом уже румяна. И румяна у нас наносится не только на яблочки щек, я в мастер-классе расскажу вам, как они наносятся, но еще и на другие части лица по периферии, чтобы это выглядело максимально естественно и лицо выглядело свежим. Потому что румяна – это, наверное, главный компонент свежести вашего макияжа и вашего лица. И следующий продукт, о котором я хочу вам рассказать, это вот такая палетка для контуринга. Да, мы здесь, конечно же, с вами говорим не только про румяна, но еще и про хайлайтер и даже про бронзер. Наверняка вы задаетесь вопросом, как же выбрать правильный оттенок. А здесь я скажу так, что здесь настолько правильно сочетание холодных и темных пигментов, перемешанное, что эти обе палетки являются универсальными. Более того, эти средства можно наносить не только на лицо в виде румян, хайлайтера и бронзера, но также можно пользоваться как полноценной палеткой теней. На самом деле разницы нет. Это такие же сухие продукты, которые очень здорово тушуются, легко наносятся. И если вы обратили внимание, то здесь потрясающие оттенки именно теней. Розовый сейчас фаворит. Сейчас во многих макияжах используется персиковый. Мы с вами уже выяснили, что вообще макияж в персиковых оттенках сейчас очень-очень актуален. Поэтому приобретайте обязательно одну из этих палеток. И вам она очень понравится в использовании. И, наверное, самое мое любимое средство для придания румянца, особенно для обладательниц, сухой кожи. Это будет очень кстати. Это вот такой стик от The One Stockholm. Он в единственном цвете, который подходит всем. Я говорю именно про оттенок румян, потому что данные стики есть также и в форме хайлайтера, и в форме бронзера, и даже в форме скульптора. Но именно в формате румян это самый-самый универсальный цвет. То есть здесь можно просто не глядя купить этот продукт и понимать, что он работает на все 100. Отлично накладывается как на подготовленную кожу с тональным средством, хорошо наносит также просто на увлажненную кожу. Если вы понимаете, что лицо настолько хорошо выглядит, что нужно просто добавить легкий румянец, то это средство отлично будет с вами работать. Также данные стики можно нанести и в формате теней, и в формате губной помады. Это многофункциональное средство, такое средство будущего. Если вы будете им пользоваться, то наверняка понравится. Напомню, как наносится румяна. Вам нужно улыбнуться, наметить яблочко, щеки, и на нижнюю границу нанести, а потом просто распределить ближе к центру. Если у вас уже, скажем так, некий гравитационный птоз и возрастное лицо, то мы просто буквально на сантиметр поднимаем выше эту позицию и точно таким же образом работаем. Уже не по нижней границе, а чуть-чуть выше. Ну и, конечно же, самый лучший лифтинг-совет, это просто почаще улыбайтесь, тогда у вас всегда яблочки, щеки будут на месте. Ну и вообще улыбка, это самое, мне кажется, главное в очаровании и внешности. Также есть в формате стика продукт от линейки Giordani Gold. Люксовый продукт, который все модницы, красавицы любят носить в летний период. А я не могу удержаться и почувствовать этот аромат. Очень приятный и сладковатый аромат. С чем же прекрасен этот продукт? Да, вы спросите наверняка, Лена, как же выбрать из линейки The One Stockholm, либо это все-таки Giordani Gold. Я скажу вам так, что если вы собираетесь совершить покупку летом, когда у вас будет шикарный загар, то все-таки отдайте предпочтение вот этому стику от Giordani Gold, потому что у нас здесь есть потрясающие сияющие частицы, золотистые частицы, которые будут очень здорово работать с загаром и вообще с солнцем. Это средство я советую наносить не только на яблочки щек, но и обязательно подчеркивать линию ключиц и другие места, которые захочется подсветить. Они похожи между собой, данные стики, но вот здесь есть такая интересная особенность, как золотистое сияние. Также в этой линейке есть еще и бронзер идеального такого песочно-золотистого оттенка, для того, чтобы не только подчеркнуть ваш загар в летний либо отпускной период, но и даже придать загар лицу, которая пока еще солнышко не поцеловала. И наш легендарный продукт, это, конечно же, румяна в шариках от Giordani Gold. Наверняка здесь уже слова будут излишни, потому что это ручная работа, и мы были первыми, кто придумал именно такой формат румян. Здесь можно, конечно же, играть. Многие любят пользоваться просто, да, то есть запускать свою любимую пушистую кисточку и наносить на те места, которых хочется не только наградить румянцем, но и подсветить. Также можно разделять шарики и пользоваться либо только розовыми оттенками, либо только бронзовыми, либо только сияющими как хайлайтер. Здесь вы уже выбираете самостоятельно. Конечно же, это премиальное средство, на которое всегда обращают внимание женщины, которые ждут к себе исключительного люксового подхода.